Привет, капитаны! Мы спили МВ Ченнелл, канал, где изучают корабли. В последнее время мне все чаще задают вопрос о том, когда же в этом году стартует Черная Пятница в кораблях. Лучшее время, чтобы задорого купить что-нибудь бесполезное или же задешево что-нибудь полезное. Официальной информации на этот счет пока нет и обычных с этим тянут до последнего, но с учетом опыта прошлых пятниц, мне кажется, я могу достаточно точно назвать дату предстоящей Черной Пятницы, но разумеется, это лишь мои предположения. Во всевозможных анонсах Черных Пятниц прошлых лет, в том числе в блоге разработки, иногда всплывала фраза про конец ноября, а практика последних двух Черных Пятниц показывает, что они начинались в последнюю пятницу ноября. Вот смотрите, например, Черная Пятница 20-го года начала с 27-го ноября, 19-го года, 29-го ноября. А если мы заглянем в календарики, то увидим, что в 20-м году 27-е ноября это была последняя пятница ноября 20-го года, а в 19-м году 29-е число было последней пятницей ноября 19-го года. Почему-то я не нашел через гугл поиск статьи о Черной Пятнице 20-го года, может быть плохо искал, а может ее скрыли, только нашел статью на неофициальном сайте. Зато нашел официальную статью про Черную Пятницу 19-го года, в которой видно, что акция длилась с пятницы 29-го до 9-го декабря, то есть около 10 дней. Соответственно, заглянув в календарик текущего года, мы видим, что последняя пятница ноября приходится на 26-е число. Поэтому мой прогноз, что скорее всего акция начнется 26-го ноября и продлится до 6-го декабря. Есть мизерная вероятность того, что Черная Пятница начнется уже 19-го ноября, но на мой взгляд такой вариант маловероятен. Насчет того, что будет в продаже на Черные Пятницы. Так нам уже показали новые черные корабли Сайпан, Померания, Йошина, Лаянг и Дюнкерк. Распространяться они, скорее всего, будут через механизм черных контейнеров и систему вероятностей, как об этом уже писали в блоге. Подробнее про раскрытие вероятностей контейнеров и как это все работает, я делал несколько отдельных видео. То есть нас ждет, скорее всего, некий аттракцион невиданной щедрости типа казино, в котором мы с определенной долей вероятности, которую теперь нам назовут заранее, сможем выиграть определенные черные корабли. Причем, скорее всего, в контейнерах, кроме кораблей, будет и еще что-нибудь уже не так нам нужное. А вероятность выпадения именно корабля будет, скорее всего, в районе 10-15%. Процедура, скорее всего, будет проходить в Адмиралтействе, как это было в прошлом году. То есть, скорее всего, но это, разумеется, не точно, мы не сможем купить нужный нам корабль, а вынуждены будем играть в рулетку. Но повторюсь, это только мои предположения, исходя из пятницы прошлого года, которую я к тому же сейчас не очень хорошо помню, так что могу ошибиться. Кроме контейнеров с новыми черными кораблями, наверняка будут и контейнеры с черными кораблями предыдущих черных пятниц. А значит, что в том числе нам могут выпасть и выведенные из продажи черный Жанбар, черная Аляска и черный Массачусетс. А также другие черные корабли, такие как Козак, Кага, Атланта, Граф Цепелин, Шаронхорст, Симс, Тирпиц, Атага и Асасио. Опять же, я не уверен, что выведенные из продажи корабли будут в контейнерах черной пятницы, но на мой взгляд, вероятность этого весьма приличная. Как только я узнаю что-то новое и конкретное про предстоящую черную пятницу, то обязательно сразу же вам сообщу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджеда. Субтитры подогнал «Симон»!